Доброе утро. И вот этот начинающий инженер сделал мне вот такую крышку клапанную. Прикольно. Дэнсер Капут, собственно, делал, знаешь, ему захерачили перчатку, написали ТРД, и он начал ее разыгрывать. Типа, кто купит аукцион. Один рубль, отдаю крышку, свежая, новая, непомятая, защищает от влаги и дождя. Ну и что, как, собственно, и предполагалось, вот он дождь, вот он дождь, вот они суровые реалии и сложность в выборе давления, да, Степан Иванович? Степан Иванович, что будем делать? Разве сложно? Легче? Ну, минимальное ставишь. Короче, я им на 0.1, я так понимаю, просто вот, чтобы лежало. В общем, действительно, погода дала каких-то сюрпризов, но что, будем работать с тем, что есть. Ни хер ныть, будем работать с тем, что есть, я так думаю. Поэтому, хвала начинается в 11, вот что еще хотел сказать, хвала начинается в 11. Я во второй группе, если что, в Ване Пальме, но во второй группе, Илкин в третьей, Гриша в четвертой. Вот давайте все будем следить, ссылка тут. А я что-то ходил, все мог и мог такой, подожди, а у нас же есть дождевики Carly Racing, в которых на спине написано, что, если вы это читаете, то идет дождь. Охренительный. Их можно, кстати, купить на этапе, поэтому все желающие, кто здесь находится на этапе, участники, команды, пожалуйста, welcome, пишем вот в эти два аккаунта, ну, в один из, неважно, и забираем дождевики. Покупаем офигенные. Во-первых, они хорошо защищают от влаги, во-вторых, от дождя, а это, от влаги, во-вторых, от дождя, и в-третьих, от визу. Вам пример, пожалуйста. Егорыч ходит в дождевике, рад, тепло ему, сухо, да, кайф. Поэтому еще раз, сюда, погнали. Прогретая машина есть, тряпочка есть, я есть, все, поэтому стартуем. Я сказал, стартуем. А еще вот такую экспозицию я хотел бы напомнить многоуважающим, многоуважаемым, многоуважаемым судьям, что у нас идет дождь. Да, не забываем, идет дождь. Вот что за попытка, да, Жор? Да, хуя. Вещь. Прям все, все багажники мира, все привода, круто. Все, нам машут. Да, все, пойдем. Что? Короче, я проил, вот что хотел сказать. Я сейчас второй раз записываю, в Instagram сожрал видос. Сейчас без фильтров, просто скажу, эмоций, эмоций и волнения больше, чем от первого этапа, потому что тогда хотя бы, ну, какие-то вот понятные вещи были, там, сцепление и так далее. Я думал, ну, выйду по сухому, знаю, как ехать, а сейчас по мокрому я еду первый раз летом. И надеюсь, что здесь как раз пригодится скилл зимний. Но это не важно, опять же, ну, получаем удовольствие, машем и улыбаемся. Допсиру, в конце концов, команда, за которую я еду. А это значит, что может быть и два нуля, я не исключаю. Поэтому посмотрим, как будет. Главное получить удовольствие. И еще я такой интересный факт подметил, я думаю, странное совпадение, странное сравнение с женщинами, но меня успокаивают бриллианты. Якутские бриллианты, кстати говоря. И спасибо еще раз всем большое за то, что они меня поддерживают на этапе, морально и не морально, и всячески. Большое вам спасибо. Следим, смотрим. Помните, квалификация там, ссылка есть. Вау, бля, какие-то эмоции. Иван Андреевичу рассказывал на канал Матюль. О том, как это было круто с точки зрения пилотирования. Потому что, во-первых, первый прогрев я бы выехал. Меня развернуло два или три раза. Я такой, ебутся, петухи с котятами. И что делать, типа, с этим? Посидел такой, проанализировал. Мне там было пару минут подумать. Подумал. Окей, выезжаем. И выехал на старт. Долго оттягивался на ручнике. Очень долго. Там нету никаких ориентиров. И ты такой просто на каком-то... На каком-то окей, вот сейчас. И начинаешь ехать. Короче, вторую надо улучшать. Первую 81 балл. Бля! Вообще, я уже замерз. Можно я уже проеду, пожалуйста? Все, у меня эмоции закончились. Я хочу. Я хочу проехать и тёплый чай. Короче, прямо на прогреве у меня отлетелось колесо. И стоят штатные болты BMW-шные. Ну, они, конечно, такие сыромятые, но надо переходить на нормальные. Болты на гайке, спинке. Сейчас пока открутили другие колёс. А, уже вернусь. Привезут ещё болты. Прямо прямо на прогреве. У меня ещё есть 1, 2, 3 машины. Всё, к сожалению, имеет значение. И вот открутившиеся гайки тоже повлияли на вторую попытку. У меня просто соскользнула нога с педали сцепления. Вот и всё. Я ручник дёрнул уже просто на рабочем, короче, без сцепления. Машина заглохла и всё. Вот она, вторая попытка 0. Всё имеет значение. Сейчас хожу как дурак туда-сюда, взад-вперёд. И думаю, ёп, просто нога с педали сцепления соскользнула. То есть, чтоб тебе просто мокрые ноги и алюминиевая педаль сцепления. Надо сейчас там, не знаю, наждачку туда что-ли. Короче, то есть, когда я сидел с сухими ногами, было всё окей. Потом, когда намокла подошва и там внизу стало мокро, стало уже не окей. И вот она соскользнула. И как раз это произошло в момент, когда я был на ручнике. И, соответственно, машина заглохла. И я так в бэкварде ехал. Я думаю, я нажимаю газ, думаю, ну, пожалуйста, может быть, там кто-то, кого-то сейчас провердёт, что-нибудь как-нибудь заведётся и поедет. Но не поехало. Ладно. 81 балл по первой попытке. Ну что ж, у меня есть утешительный приз. Сначала я... Да, сорян за то, что с гайками так получилось. Иначе раз исправился. Да, вот видите, механ у меня сказал, что вот таким образом он компенсирует. Спасибо большое. Считается, считается.